ребятки всем привет я рада приветствовать вас на своем канале уже в 2018 году я надеюсь что вы все прекрасно отметили наступивший год собаки и готовы уже с новыми силами приступить к рукоделию в этом году кстати вы можете написать мне в комментариях внизу под этим видео как вы отметили свой новый год мне будет реально интересно почитать ваши все истории сегодня я к вам уже с рукодельными покупками их к сожалению немного потому что они сделаны были по необходимости но тем не менее мне есть что вам показать и рассказать итак давайте начнем итак ребятки первое чем я хочу с вами поделиться это пряжа пехорка детская новинка я думаю все но если даже не все то многие слышали либо пользуются этой пряжей так как я была в леонардо моя задача состояла в том чтобы найти более менее бюджетную пряжу потому что все знают прекрасно какие у нас цены в леонардо и эти два моточка детской новинки мне вышли по 61 рублю я не знаю насколько дорого или дешево судить только вам исходя из бюджета но мне очень понравился вот этот ярко фиолетовый цвет не знаю как его по-другому назвать и также для базы для игрушек то есть для какого-то тела я взяла такой светло молочный такой телесный цвет вот два моточка мне вышли за 120 рублей и они идут у нас по 50 грамм стопроцентного акрила и так следующая пряжа которую я взяла это семеновская пряжа и честно скажу что опять же я выбирала бюджетный вариант до этого из этой пряжи я ничего не вязала и и не видела они не слышала вот у нас также идут моточки по 50 грамм и здесь уже по составу идет 90 процентов акрил и 10 процентов капрон я не знаю какая она будет при вязке я надеюсь что я не сильно буду страдать от того что у меня получится надеюсь все будет хорошо взяла потому что яркие цвета опять же телесный взяла такой как базу для тела и зеленый и оранжевый мне пригодится при моих будущих работах также моточки вышли более-менее недорого то есть 66 рублей моточек я взяла их 3 по 50 грамм кстати ребятки если кто-то еще из вас вязал из вот этой семеновской пряжи то можете мне в комментариях написать как она вам что из нее получается и вообще довольны ли вы ей и вот теперь почему я вообще поехала в леонардо изначально я поехала в леонардо для того чтобы найти шерсть для валяния потому что я хотела свои игрушки как-то украшать именно шерстью аккуратненько сваливать носики или ушки то есть добавлять какие-то такие мелкие детали благодаря которым игрушка будет становиться красивее милее и так далее в итоге я нашла такое волокно для валяния нашла его от фирмы гамма и каждый такой вот пакетик у меня вышел по 71 рублю здесь в каждом пакетике по 25 грамм но для тех кто валяет я очень-очень буду вам благодарна если люди которые валяют мне напишут в комментариях чем отличается стопроцентная вискоза потому что здесь идет стопроцентная вискоза именно от шерсти то есть как это влияет на твое изделие из чего валять легче вообще хороша ли вискоза потому что я заметила что мне почему-то с ней сложнее хотя я не могу сказать что я профессионал в валянии то есть я могу делать какие-то элементарные детали не более того и так давайте поподробней рассмотрим что у нас здесь есть и так вот так у нас выглядит сам моточек который внутри цвета достаточно яркие вы видите она свалена в такую косичку соответственно когда тебе нужен кусочек ты просто его отрываешь и также аккуратненько в косичку и складываешь цвета очень яркие то же самое касается например розового цвета если его взять он тоже очень очень яркий но честно говоря почему-то он плохо сваливается возможно я что-то делаю не так поэтому пожалуйста я еще раз говорю кто валяет напишите если вам не сложно что вы думаете о вискозе и возможно из шерсти валять легче я не буду утверждать потому что я не знаю к сожалению этого но мне бы было интересно здесь у нас фирма гамма волокно для валяния цвет вот оранжевый здесь в каждом пакетике по 25 грамм в общем что касается шерсти для валяния пока честно говорю не поняла нравится мне или нет но сваливается она достаточно сложно возможно мне нужно посмотреть какие-то уроки потренироваться а возможно действительно и шерсти просто валять легче и еще у меня есть кое-что для вас что я хотела бы вам показать и ребятки последнее что я хотела бы вам показать это вот такой скетч пат который я тоже купила в леонардо обычно такие книги стоят в районе 400 500 рублей мне же она досталась за 155 рублей но не только мне она так и стоит 155 рублей мне кажется это недорого обложка у нас плотная здесь очень красивая иллюстрация которая мне кажется как будто написано акварелью и также внутри у нас идут белые листы совершенно белые но они идут достаточно плотные поэтому здесь можно рисовать как я надеюсь не только карандашом или например ручкой но и также попробовать рисовать красками и так почему же я купила скетч пат совсем недавно я прочитала книгу скетч на завтрак я вам обязательно вот сюда помещу картинку чтобы вы посмотрели как выглядит эта книга эта книга для тех кто хотел бы рисовать кто чувствует в себе что он хочет рисовать но чего-то боится либо он не умеет либо он не может найти время либо он просто не знает что рисовать в общем ребят если у вас есть такая проблема я вам очень рекомендую почитайте меня очень сильно эта книга смотивировала на то чтобы начать рисовать неважно как и что я когда-то давно ходила даже в художественную школу которую не успел закончить три года я ходила поэтому какие-то навыки у меня остались но я знаю что со временем естественно когда рука уже не набита ты теряешь эти навыки и вот наконец-таки захотелось мне порисовать надеюсь из этого что-то выйдет поэтому купила себе вот такой отдельный скетч пат и последнее что у меня есть это вот такая вот сумочка от леонардо я вообще люблю такие сумочки но мне не нравится материал из которого сделана именно эта сумка на нее очень сильно все прилипает она электролизуется обычно их делают в виде они тоже идут тканевые но я не знаю что за ткань которая не собирает на себя волосы и которая не электролизуется здесь же к сожалению качество не очень хорошее но сумочка очень удобно ребят я тут недавно действительно всерьез задумалась над тем как много людей покупают товары для рукоделия в леонардо потому что это далеко не бюджетный магазин и поэтому решила сделать опрос сейчас в правом верхнем углу появится вопрос если хотите вы можете в нем поучаствовать и выбрать тот ответ который вам подходит и мы с вами посмотрим где чаще всего люди покупают что-либо для рукоделия и ребятки на этом у меня все я надеюсь вам понравилось это видео для меня это видео это такой знаете разгон на 2018 год потому что сейчас я начинаю задумываться о том что бы я хотела сделать на канале какие мастер-классы для вас я буду готовить куча идей все это хочется успеть реализовать параллельно с работой и с учебой все это чтобы состыковалась и так далее так что ребят те кто еще не подписан на канал обязательно подписывайтесь в этом году у нас будет много всего интересного не забывайте нажимать на колокольчик потому что именно благодаря колокольчику вы будете видеть оповещение о новом видео на моем канале также подписывайтесь на все соц сети вконтакте в нашей группе инстаграм там вы будете видеть не только мои процессы работы но и также например как в группе в инстаграме вы можете найти какие-то бесплатные схемы идеи и тому подобное просто пообщаться между собой и также ребят в этом месяце я решила что открою свой магазинчик на ярмарке мастеров снова так что если у меня что-то будет в наличии из игрушек или например из мастер-классов вы все это сможете найти именно там ссылки будут в группах и под видео как всегда на этом я с вами прощаюсь мы увидимся с вами совсем скоро поэтому не скучайте и всем пока